Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilmDB. Представляем вашему вниманию список фильмов, похожих на 300 спартанцев 2007 года. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте ссылки в описании. Гнев Титанов 2012 года. Прошло 10 лет после героического поражения Персея морского чудовища Кракена. Теперь он живет спокойной жизнью деревенского рыбака и воспитывает своего 10-летнего сына. Тем временем бушует борьба за превосходство. Между богами и титанами. Опасно ослабленные нехваткой человеческой любви и преданности, боги теряют контроль над заключенными в тюрьму титанами и их свирепым лидером, Кроносом, отцом правящих братьев Зевса, Аида и Посейдона. Давным-давно Триумверат сверг своего сильного отца, отправив его гнить в мрачную пропасть Тартар, темницу, находящуюся в глубоких пределах подземного мира. Персей не может остаться в стороне, когда Аид вместе с сыном Зевса, Аресом, заключают сделку с Кроносом, чтобы вместе уничтожить Зевса. Силы титанов становятся еще больше, в то время как Зевс теряет свою мощь и власть, а по земле раскидывается ад подземного мира. Вместе с Андромедой, полубогом Агенором, сыном Посейдона и низвергнутым богом Гефестом, Персей отправляется в опасное и отважное путешествие в подземный мир, чтобы спасти Зевса, свергнуть титанов и сохранить людской род. Война богов, бессмертная, 2011 года. Одержимая жажда власти царь Гиперион хочет уничтожить род людской и низвергнуть богов. С помощью эпирского лука, сделанными руками бога войны Ареса, он освобождает титанов от тысячелетнего заточения в горах Тартара. Боги бессильны противостоять безумному царю. Единственная надежда на спасение – герой Тесей, который вступает в неравную войну с титанами. Боги Олимпа во главе с самим Зевсом, пророчица Федра и хитрый раб Ставрос помогают герою в смертельной битве с демонами. Тесей должен победить, или боги Олимпа будут низвержены, а Эллада обречена на погибель. Запрещенный прием, 2011 года. Действие развернется в 1950 году. Молодую девушку по настоянию ее злодейского отчима определяют в больницу для душевнобольных. Она выдумывает сказочный мир, где и начинает планировать свой побег. Для этого ей нужно раздобыть пять предметов. Спартак. Боги арены. Сериал 2011 года. Нам показывается время, когда Ботиат взял у своего отца узды правления в свои руки. Он активно тренирует гладиаторов, стремясь перенести славу своему дому. Со своей красивой и коварной женой Лукрецией он не становится ни перед чем, пытаясь занести свое имя в историю. Ботиат сосредотачивает свои усилия на плутоватом гладиаторе Ганнике. Человеке, умение которого обращаться с мечом, непревзойденно. Он всегда сражается так, как будто это его последний бой. Битва Титанов, 2010 года. Персей, сын бога, воспитанный человеком, не смог защитить свою семью от Аида, мстительного повелителя подземного мира. Теперь ему уже нечего терять, и он добровольно соглашается возглавить опасную миссию, чтобы одержать победу над Аидом, до того, как тот отберет власть у Зевса и выпустит демонов подземного царства на землю. Возглавляя отряд бесстрашных воинов, Персей отправляется в рискованное путешествие по лабиринту запретных миров. Чтобы победить в срепой схватке с жуткими демонами и злобными чудовищами, противостоять злому Року и стать хозяином своей судьбы, он должен осознать и принять свою божественную силу. Спартак. Кровь и песок, 2010 года. Это жестокий и выразительный рассказ о самом знаменитом из римских гладиаторов. Спартака разлучили с любовью всей его жизни и заставили выходить на арену, где смерть – лучшее развлечение для толпы. Спартак должен бороться за выживание, подружиться с врагами и усвоить политику нового мира жестокости, секса и славы. Его будут соблазнять властью и изводить местью, но его страсть даст ему силы преодолеть все испытания в этой истории о смерти, чести и стойкости. Легенды ночных стражей, 2010 года. Миром, в котором уже не осталось людей, правят совы, добрые, злые, как и всегда. В волшебном лесу, в королевстве сов Тита, на великом дереве Гааху, где разумные совы живут в гармонии, наступают мрачные времена. Королевство подвергается страшной опасности со стороны соседских жестоких правителей, и эта опасность грозит уничтожить привычное мироздание. Хранители, 2009 года. Действие картины разворачивается в параллельной реальности, в Америке 1985 года. В этом мире супергерои стали частью повседневной жизни общества, а часы судного дня, застыв в 5 минутах от полуночи, отчитывают время до столкновения ведущих мировых держав. После убийства одного из своих прежних коллег, Роршах, супергерой, никогда не снимающий маски, полон решимости свершит суд Линча. Он начинает расследование заговора, призванного уничтожить или дискредитировать всех супергероев прошлого и настоящего. Он собирает своих соратников, отставной легион борцов с преступностью, но лишь один из них обладает подлинной силой. Постепенно Роршах осознает пугающий масштаб заговора, связанного с общим прошлым героем и сулящего катастрофические последствия в будущем. Они хранят наш покой, но кто охранит нас от хранителей? Ниндзя-убийца 2009 года Рэйзо – один из самых опасных убийц ниндзя в мире. Еще ребенком его превратили в профессиональную убийцу, члены клана Озуну – секретной организации, чье существование до сих пор считалось выдумкой. Рэйзо, преследуемый муками совести из-за беспощадного убийства своего друга, клана Мазуну, сбегает от своих. Но тайные кланы не отпускают своих просто так. Троя, 2004 года 1193 год до н.э. Парис украл прекрасную Елену, жену царя Спарты Менелая. За честь Менелая вступается его брат, царь Агамемнон. Его армия под предводительством Ахиллеса подошла к Трое и взяла город в кровавую осаду, длившуюся долгих 10 лет. Два мира будут воевать за честь и власть, тысячи умрут за славу, и за любовь нация сгорит дотла. Властелин колец. Возвращение короля. 2003 года. Последняя часть трилогии о кольце Всевластия и о героях, взявших на себя бремя спасения Средиземья. Повелитель сил тьмы Саурон направляет свои бесчисленные рати под стены Миностерита, крепости последней надежды. Он предвкушает близкую победу. Но именно это и мешает ему заметить две крохотные фигурки хоббитов, приближающихся к Роковой горе, где им предстоит уничтожить кольцо Всевластия. Улыбнется ли им счастье? Гладиатор 2000 года. В Великой Римской империи не было военачальника, равного генералу Максимусу. Непобедимые легионы, которыми командовал этот благородный воин, боготворили его и могли последовать за ним даже в ад. Но случилось так, что отважный Максимус, готовый сразиться с любым противником в честном бою, оказался бессилен против вероломных придворных интриг. Генерала предали и приговорили к смерти. Чудом избежав гибели, Максимус становится гладиатором. Быстро снискав себе славу в кровавых поединках, он оказывается в знаменитом римском Колизее, на арене которого он встретится в смертельной схватке со своим заклятым врагом. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!